здравствуйте все зрители моего канала все кто заглянул ко мне на канал первый раз я хочу сегодня показать уличные помидорки во первых я хочу сказать всем спасибо кто поддерживал меня когда они замерзли кто подсказывал советы давал ну я действительно когда они замерзли обрезала им все макушки сейчас вот у этих помидоров пошли пасынки вот много пасынков от низа и они уже все зацвели и уже как говорится что выросла то выросла уже вот это вот черри тут несколько кустиков они очень такие вот уже вымахали макушечки у них так и были как вот видите замерзли они опасенки все пошли от низа я теперь даже честно говоря не знаю все их оставлять или какие-то маленькие тут вот выламывать ну посмотрим со временем я уже их вот подвязала простите здесь расслабился все тоже самое как и моим любимым свободным услов пока вот один думаю со временем я привяжу и все и будем смотреть как они будут развиваться здесь у нас тоже как и везде в теплицах капельный полив вот она ленточка проложенная она у нас тут попала под мульчу естественно мульчи я их укрываю мне очень нравится когда растут ну миторы и все остальное под мульчей вот и клубника у меня растет под мульчей тоже вот на грядке и в капельный полив тоже там также не так сильно высыхает полив можно делать пореже и вот так у нас вот которые в свое время совсем-совсем замерзли посадила я здесь всего два кустика боялась что два кустика какие-то прям совсем были дохленькие вот тот вот у него вообще вот один пасынок как и вышел сбоку 2 вот там по чуть-чуть сверху на макушка как было вот так вся замерзшая была и вся вот так погибла вот этот я боялась что он не отойдет здесь на нем тоже вообще абсолютно ничего не было ничего тоже все-таки пасыночек пасыночки выкинулись вот этот я подсадила оторвала в теплице пасынок который выскочил не вовремя и я его вот сюда подсадила он даже прекрасно тут вот даже и перегоняет всех но тем не менее даже эти кое-какие листики правда вот не очень хорошо себя ведут но помидорки все поправились я сказала вот этот был совсем совсем замерзший туда же от основного ствола вообще ничего не осталось вот он выскочили вот пасынки это тоже черри я думаю все еще потихонечку догонится перегонится огурцы в этот год у меня ну как бы так сказать интересные ничего я не делаю не накрываю их вот так они растут так и растут хочется мне иногда как говорится посмотреть просто в природе вырастет что-нибудь без всяких наших этих накрываний укрываний что же ты бедный делаешь запутался бедные цветки чудо ты маленькая но все равно вот они потихонечку подросли и уже потихонечку их можно будет вот немножко погодя вот закидывать вот так вот за сетку чтобы они уже привыкали к наклон к сетке где-то каким-то образом можно вот так за листик зацепить вот так они уже будут потихонечку привыкать к тому месту где им будет придется постоянно расти ну мы конечно подкармливаем здесь все органика вы видели как то может быть если кто заходит ко мне на канал я подкармливаю и навозом и сверху обрабатываются они у нас и биопрепаратами вот как бы как теплица при вчера муж все это обрабатывал но все равно ночи очень холодные так они стоят 12-14 градусов мне кажется даже от этих холодных ночей вот так вот ведут себя листики они прям подморзшие что ли болеть они вроде бы не болеет дальше лист идет очень хороший такой весь зеленый красивый а вот нижние вот даже вот такие вот еще листики есть я конечно убираю вот такой у меня интересный огород этот год зато малина какая красавица начала спить малина она не крупная но какой же это шикарный сорт она очень сладкая мелкая семечка у нее такой красивый у нас есть защитник муж покажи муж кому пригодится просто куплен в свое время ореол это был змей вот муж вот так приладил птицы практически не подлетают очень мало если какая-нибудь уж совсем наглая а то первое время вся эта красная ягодка была вся покоцанная а вот тут у меня растет вот такой вот интересный шагающий лук если кто-нибудь выращивал знает а если кто не знает это такой интересный лук у которого на макушке вырастают сразу головки как семена они потом соспеют дальше вот здесь еще вырастут такие же головки и тоже будут такие же семена только немножко поменьше этот лук очень очень шикарно себя ведет когда мы весной или зимой под не осенью под зиму я сажаю лук на зелень вот эти маленькие головочки я их просто осенью сажаю в теплице весной но такой шикарный вырастает лук на перо рано-рано как только теплицы открываются ну меня тепло на тепло настраивается и так они вот выскакивают потом очень вкусный зеленый лук очень такой вот он ну как бы такой красивый кабачки наши не замерзли под мороз малина наверно их защитила кабачки потихонечку начинают расти скоро будем есть сами свои кабачки здесь у нас морковь и свекла растет и вот в этот год даже после мороза свекла была прихвачены вот такой где там вот нижние самые листики они были вот прикол прихвачены морозом ну ничего свекла поправилась свеклы наверно этот мороз особо ничего не сыграл морковь тоже очень хорошо растет хочу похвалиться еще луком эксидешен очень я люблю этот лук этот лук вот посажен весной это обычный лук посаженный ну обычный острый а вот это вот я рассады выращиваю лук эксидешен это будет очень крупный такой сладкий лук если кто еще не знает про этот лук очень я советую сажайте вкусный лук вырастает очень крупный и хотя говорят что он не лежит ничего подобного вот в прошлом году лук эксидешен долежал до самой весны практически совершенно он не портился у нас прошли дожди сильные прям целую по моему неделю лило вот так прекрасно зарос лук прям как будто травку посеяли ждет прополки я так думаю ждет нас теплицы мои видите я часто показываю работаю в них какие-то подкормки обработки мы провозим вот вчера не препаратами обработали помидоры принципе уже наверное не сегодня завтра начнется потихонечку поспевание вот они прям белеют видно вот те вообще уже прям чуть ли не буреть начинают те вот ну крупные конечно еще не знаю повисят наверно все таки пока не набирали свой этот рост вот такая шикарная кисть вот такая шикарная кисть вот и помидоры в принципе развиваются неплохо я так сказала и вторая кисть начала наливаться ну конечно крупноплодным помидорам все-таки нужно время пока не набрали уже свой рост и до поспевания какое-то время им еще нужно это моя еще одна конечно теплица как тут что растет я думаю тоже если кто заходит на канал то уже видели перцем я показывала перец мы уже рвю перец подрастает очень даже неплохо завязывается растает кокурсу мы уже срезаем вот еще один вилок просится уже этот на подходе такие ранние сорта много я не сажаю здесь и в огуречной теплице еще огуречную теплицу я тоже вам уже сколько раз показывала вот лобочки там тоже растут и капуста там есть а это средние сорта постепенно они будут друг друга доверять сейчас я хочу остановиться чуть-чуть на баклажанах как-то видео я просила совета сказать как лучше выращивать баклажаны потихонечку я уже как бы выбрала ну свой метод выращивания кое-какие посанки все-таки я убираю чтобы не было этого вот уж большого такого нараст на нарастание вот этой листвы но все-таки основные вот эти как бы развилочки я оставляю до определенного возраст размера они тут вот дойдут а там я дальше посмотрю но когда появляются небольшие вот такие пасыночки даже не могу показать потому что наверное я их уже все поубирала появляются небольшие пасынки я их убираю даже не могу показать наверное все 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 убраны ну вот наверное даже можно один вот основной стволик и вот здесь вот появляется прям под цветочком такой маленький пасынок и я их убираю я не стала оставлять их потому что я думаю что будет очень большое как бы тут вот ну заполонение листвы потихонечку совсем разбираемся то что не знали то что не очень так понимаем все приходит с опытом да вот помощник у нас тут все время получился у нас такой вот маленький обзор моих зеленушек как я их называю то что посажено то что растет если кому будет интересно как это все дальше будет расти как будет все плодоносить приглашаю в себя на канал заходите буду всем рада всего хорошего всем хороших урожаев до скорых встреч пока пока